Возрасте 50 плюс свой шарм. Наша задача его подчеркнуть. К примеру, практически неизбежная седина – это не повод рвать на себе волосы. Женщине в любом возрасте в первую очередь нужно следить за своим лицом. Оформляем мы лицо с помощью макияжа и прически. Что касается стрижки, здесь нужно обратить внимание на то, что волосы длинные мы убираем, оставляем длину до плеч или чуть выше. От блонда мы отказываемся в пользу натурального русого оттенка или становимся шатенками или брюнетками. Дамы, пламенеющие любовью к стилю ньюд лук, могут почивать на лаврах. Даже благородную седину не обязательно маскировать, нужно только уметь ее носить. Не стоит расстраиваться, если у вас очень много седины. Наоборот, она может пойти на пользу и сделать вас более молодыми с короткой стрижкой. Причиной тому непослушная структура седого волоса, которая делает длинные прически неряшливыми. А короткие стрижки неприхотливы в уходе и податливы в укладке. В тренде симметричная коре и пикси. Единственный запрет – гладкие пычки и косы. Они используют серебро ваших прядей против вас, превращая изящную леди в строгую старушку. К седине добавьте яркий акцент в мейкапе, сочные губки и яркие глаза компенсируют нейтральный оттенок прядей. А если седина вас не коснулась? С макияжем переусердствовать не стоит. Акцентируем внимание на глазах, губы делаем нейтрального оттенка. Грелым женщинам не хочется переусердствовать солярием. Лучше оставить натуральный оттенок кожи или сделать его слегка загорелым. Вообще правильный макияж поможет визуально скинуть хозяйке 5-7 лет. Натуральные оттенки в фаворе и при формировании дресс-кода. Женщинам в возрасте 50 плюс лучше придерживаться классических образов. Это значит выбирать оттенки синего, шоколадные, коричневые, серые с добавлением уже более натуральных, естественных, природных тонов. Может быть кому-то подойдет розовый оттенок, кому-то оттенки сиреневого, кому-то оттенки зелени. Не стоит бояться изумрудных и пудровых тонов. А хорошую посадку костюму обеспечит тренированное тело. У возрастного фитнеса есть свои нюансы. Добавляется весь накопленный багаж за все эти годы в виде каких-то маленьких болячек, недомоганий. Немножечко, чуть-чуть замедляется обмен веществ. Немножечко медленнее восстанавливается организм после нагрузок. За 50 не стоит стремиться к астеничному силуэту. Он добавляет возраста. 2-3 лишних кило будут подтягивать кожу изнутри, уменьшая количество морщинок. Еще жир выделяет микродозы эстрогена, что значимо для женщин в венопаузе. Врачи утверждают, что небольшой перевес – гарант хорошего иммунитета. Сбрасывая лишнее, слушайте себя. Раздражительность и нездоровая вялость после тренировок – сигнал к необходимости сбавить темп. Более правильная техника, более четкое выполнение упражнений, равномерный темп, без резких рывков, бросков, подпрыгиваний. И прислушиваться к себе, вообще, насколько длительной должна быть тренировка. После 50 достаточно и 30 минут для занятий. А за три четверти часа любая барышня без спортивных регалий успеет получить качественную нагрузку. Тренажерный зал – лучший выбор. Хороши также кинезис, пилатес и скандинавская ходьба. А вот в йоге не все асаны одинаково полезны. Чтобы не навредить суставам, выбирайте крайне просветленного тренера.